По повестке я хотел бы уделить внимание двум особенно законопроектам. Одно из них называется заявление, другое законопроект для ратификации. Почему я об этом говорю? Потому что новейшая история, я считаю, это один из таких дней, когда мы принимаем такой законопроект, потому что я, честно говоря, не упомню, разве что от создания авиационной группировки в Сирии, когда мы по этому пути разоружения двигались, 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 уступали, уступали, уступали. Я могу вспомнить СНВ, 3 пражский договор в 2011 году, который мы ратифицировали здесь. Я могу вспомнить и тот еще старый по договорам ракет средней и малой дальности, который для нас совершенно ущербен, но мы из него никак не выходим. Я ставил этот вопрос перед президентом в Крыму на первой встрече президента с депутатами. Тогда вот мне дали возможность задать этот вопрос, я сказал, почему мы не выходим? Для нас очень ущербный договор, это сильно вредит нашей оборонной способности. Точно так же, как и из СНВ мы должны выйти из-за того, что американцы создали противоракетный район, или, вернее, точнее, создают его в Европе. В этой связи вот этот путь, по которому мы пошли, приостановив, еще только приостановив уничтожение оружейного плутона, и вот сегодня мы ратифицируем этот закон на этом пути начали, это движение, оно ведет к повышению оборонной способности нашей страны. Это совершенно точно. Я выступал по этому закону, когда его принимали здесь в Думе, пять лет назад. И я тогда все те аргументы, которые сегодня изложены, кстати говоря, многие из них изложены в указе президента, я на них обращал внимание. Не буду сейчас терять вашего времени, вы сегодня услышите. Это с трибуны Государственной Думы, но и от методов его уничтожения, и от того, как нам Америка его навязывала, и как она нас предполагала обмануть, все это, к сожалению, было ясно нам и моим коллегам-товарищам еще пять лет назад, когда этот протокол вот здесь ратифицировался в стену Государственной Думы. Вы можете поднять эти стенограммы и увидеть, как тогда выступала фракция КПРФ. Что же касается еще одного заявления, довольно знакового для сегодняшнего рассмотрения, заявления по кубинской блокаде. Очень много было надежд, связанных с тем, что вот наконец-то американцы откажутся от этой блокады. Мы делаем на протяжении, вот на моей памяти, последних восьми лет точно эти заявления каждый год. Некоторые говорили мне когда-то раньше, что ну чего мы их делаем каждый год, товарищи, коллеги из других фракций. Оказалось, когда ты рассказываешь им, что еще 30 лет назад за то, чтобы отменить блокаду, голосовало всего 30 стран. Все остальные страны на Генассамблее ООН, это значит больше 160, голосовали и поддерживали эту блокаду. То сегодня, вот в прошлом году, когда мы вносили такое же заявление и отправили его в Генассамблею, озвучили его там, проголосовало за поддержку этой блокады всего три страны. Та, которая осуществляет эту блокаду США, одно островное государство и Израиль. Вот, собственно говоря, в том числе и наша, в этом смысле, наша помощь, нашего государства, она заключается парламентскими методами сегодня вот таким способом. На самом деле, когда мы об этом говорили там 8-10 лет назад, мы не думали, что придет и наша пора. Ну, многие тогда, которые ходили по кабинетам власти и, наверное, по парламенту, тогда не думали о том, что вот придет пора, когда такие же санкции могут быть применены к нашей стране. Должен сказать, что Куба, Кубе применяется гораздо более жесткая блокада, чем в какой-либо стране. Даже медикаменты туда не поставляются. Если корабль только один зашел в эту страну, он потом не имеет права полгода зайти в любой порт США. И в этом смысле ни иракская, ни иранская, точнее, ни даже ливийские там санкции, которые были в отношении этих стран в самый тяжелый период боевых действий, они и не снились кубинцам, которые пережили эту блокаду. Мы должны их не только поддержать. Сегодня мы нормализовали отношения между нашими странами, помогаем им. И они к нам относятся дружески. Должен сказать, что латиноамериканские страны в целом вообще очень дружелюбны к России, поддерживают его нынешнюю политику, потому что они близки к США, рядом находятся, и знают, что это такое экспансия и давление на эти страны разными методами. Вот, собственно говоря, те два законопроекта, два очень важных документа в сегодняшней Государственной Думе, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова